В настоящий момент мы видим, что позиция правительства Армении однозначно не сбалансирована. Она перекошена в сторону Запада, потому что скармливается обществу байка о том, что посмотрите, какие высказывания идут с Запада, а Россия всегда призывает обе стороны воздерживаться от нарушения режима прекращения огня. Но дело в том, что все эти слова, которые мы слышим со стороны Запада, они дальше слов никуда не идут. Не надо ничего от них ожидать, потому что интерес их в этих манипуляциях состоит в одном — выдавить Россию с Южного Кавказа. И все. Им все равно, если по пути к этой цели здесь не останется ни одного живого армянина, им будет совершенно все равно. Повторюсь, опять-таки, ни один из этих документов не соответствует интересам Республики Армении и Республики Арцах. Но если мы должны выбрать наименьшее зло, то, конечно же, для нас экзистенциально важно подписать документ, который предлагает российская сторона. Потому что если в Армении нынешним властям уже совершенно неинтересна судьба будущей Арцаха, странным образом российская сторона более заинтересована в судьбе армянского народа, проживающего на территории Арцаха, чем правительство Армении во главе с Пашиняном. Отсюда постоянно стрелы какие-то летят в ту сторону. Россия, как серьезное государство, где в МИДе сидят серьезные люди, понимает, что невозможно серьезно реагировать на то, что отсюда эти плевки, которые летят в ту сторону. Бедная уже Мария Захарова не знает, как на это реагировать надо, но что им сказать, да? Это как будто ребенок маленький, трехлетний, на тебя замахивается погремушкой. Добрый день! В эфире Ирявунг ТВ. У нас в гостях заместитель председателя партии реформистов Республики Армения Наталья Сарьян. Добрый день, Наталья! Спасибо, что приняли приглашение и пришли в нашу студию. Добрый день! Мне тоже очень радостно находиться в вашей студии сегодня. Наталья, ну вот внутриполитическая и внешнеполитическая жизнь Армении сейчас волнует все партии, все политические и общественные деятели высказываются о ситуации, которая сложилась. Ситуация очень тяжелая. Давайте по порядку сегодня поговорим обо всем. И вот буквально два дня назад новое такое событие резонансное, когда запретили въезд некоторым проармянским российским деятелям. И что это за новая антироссийская волна и как вы это оцениваете? Да, к сожалению, у нас действительно сложилась очень тяжелая ситуация внутриполитическая. Но мы должны в то же время признать, что на самом деле эта ситуация в большей степени волнует людей, которые активно занимаются политикой, чем рядовых граждан. Коротко просто объясню, на мой взгляд, почему так происходит. Потому что вот эта мягкая сила, soft power, как мы говорим, которую коллективный Запад эффективно применяет в разных странах, где нужно совершить цветную революцию, она же не только в этот момент действует, она имеет еще и очень долгосрочный эффект. И все это приводит к тому, что посредством манипуляций в прессе, в частности, вызывается такая апатия у большей части населения, потому что люди не видят правды, потому что им все время лгут. И вот эти потоки лжи, которые извергаются из средств массовой информации населению, они приводят к тому, что люди просто уже никому не верят. И поэтому это приводит к тому, что людям уже... Вот мы все время... Есть такая тенденция обвинять, что народу все равно. Народу все равно по объективным причинам. Потому что народ в большинстве своем, он и не должен разбираться в хитросплетениях политических явлений и событий. Но так как ему не говорят правду, или говорят частично правду, или извращенную правду говорят, это представление в зависимости от того, как нужно представить. Поэтому у нас сложилась сейчас такая ситуация, что есть диссонанс между населением и политическими кругами. Потому что население живет своей жизнью, потому что оно уже устало переживать, волноваться. Сердце болит, я думаю, действительно у всех. Но никто просто никому не верит. Вот это у нас такой кризис сейчас доверия. Это раз. Антироссийская ситуация, она нагнеталась давно в Армении. Сегодня у нас очередная волна, как вы правильно сказали. Но, во-первых, вызывает большой вопрос. Дело в том, что того или иного человека может объявить персоной Нонград и только Министерство иностранных дел. Естественно, с предыдущими всеми процессами. Эти процессы завершаются тем, что Министерство иностранных дел объявляет такого-то человека персоной Нонград. В ситуации с Затулиным вообще какая-то фантасмагория получилась, потому что, насколько я понимаю, из прессы заявление о том, что ему не рекомендуется въезжать в Армению, было сделано со стороны аппарата парламента. Это вообще нонсенс. Я не считаю, что аппарат парламента имеет право какие-то такие рекомендации давать. Но для нас это не новость. В нашей нынешней власти вообще никто сам делом не занимается. И кто попало, может озвучивать какие-то странные идеи, странные в очень плохом смысле слова. На следующий день буквально мы узнали, что, насколько я поняла, опять-таки из прессы, что решением правительства Маргарите Симоньян также не рекомендуется въезжать в Армению. Формулировки опять-таки не очень понятные. Но с Затулиным понятно. Нашему режиму не по вкусу пришлось то, что человек откровенно выражает идею, что Николь Пашнян является врагом армянского народа и арцахского народа. И это очевидно. По-моему, ни у кого, кроме правящих хунтов, это вопросов не вызывает. Ну, ясное дело, что им это как на любимую мозоль, наступили, им это не нравится, но это очень смешно. Конечно же, такая формулировка, это смешно. С тем же успехом тогда можно было бы, Россия могла бы не рекомендовать въезд на территорию республики Армения нашим деятелям, в том числе и спикеру парламента, нынешнему министру иностранных дел, которые в более юном возрасте, когда еще они были активистами, они представляли оппозицию. Множество раз они засветились на всяких акциях, с транспарантами в руках, которые откровенно требовали и отставки Путина, и на английском были вполне определенные фразы, рекомендации, что мог бы Путин сделать. А это же тоже можно расценить, как и в случае с Затуллином, что они вмешивались во внутриполитические дела Российской Федерации. Аналогичная ситуация. То есть я хочу сказать, что это очень смешно, то, что сейчас происходит в самом плохом смысле слова. Это несерьезный разговор. Когда сейчас наша страна стоит на перепути, и мы вообще не знаем, что нам принесет завтрашний день, отвлекать внимание народа от экзистенциальных вопросов вот такой мышиной возней, это преступно, я считаю. А это разве отвлечение внимания или наоборот четко правительство уже показывает свой какой-то антироссийский курс, который они взяли? Особенно в последнее время мы видим очень тесные контакты с американской стороной, с европейской стороной. Может, это уже они играют в открытую? Это комплекс на самом деле. Потому что обыватель, когда читает, что вот Затуллин плохо отозвался о Николе Пашиняне, и из-за этого ему не рекомендовали въезд в страну. Обыватель, который часть нашего общества занимает традиционно проправительственную позицию, они, конечно, хлопают, рукоплещут и говорят, вот какой наш Никол крутой. Смотрите, как он. На более высоких уровнях среди людей, которые вообще более-менее понимают, что происходит, очевидно, что это направленные уже шаги, которые откровенно показывают позицию руководства Армении в отношении Российской Федерации. И на фоне всего вот этого, всей той ситуации, что с приездом госпожи Пелози, потом со всеми высказываниями других деятелей западного мира и с перекосом в настоящий момент мы видим, что позиция правительства Армении, она однозначно не сбалансирована. Она перекошена в сторону Запада. Потому что скармливается обществу вот эта вот байка о том, что посмотрите, какие высказывания идут с Запада. А Россия всегда призывает обе стороны воздерживаться от нарушения режима прекращения огня. Но дело в том, что все эти слова, которые мы слышим со стороны Запада, они дальше слов никуда не идут. Во-первых, тут ханжество Запада выражается в том, что а почему же тогда вы просто были глубоко озабочены во время 44-гневной войны, когда тоже гибли гражданские просто люди. Или тогда вы оправдывались тем, что Республика Арцах – это непризнанная республика. Но с точки зрения вашей высокой демагогии о том, что человеческая жизнь бесценна, тогда для вас не должно быть разницы, гибнут граждане непризнанной Республики Арцах или гибнут граждане суверенной Республики Армении, потому что человеческая жизнь бесценна. Но тогда, исходя из ваших политического удобства, вы просто были глубоко озабочены, а сейчас почему-то вдруг вы увидели, что на самом деле Азербайджан не такой же может быть и демократичное государство. Вот это крайняя степень цинизма и ханжества, которая уже должна вызывать у нас тревогу, потому что настоящие союзники так не поступают. И все вот эти обвинения пресловутые в сторону России, надо понимать, что Россия это страна, которая не играет в эти пошлые игры, в которые играет Запад. Потому что для, как мы его называем, коллективный Запад, который на самом деле тоже надо понимать, что это не такая какая-то однородная масса, потому что это открытая система, элементы, которые вступают или выходят из этой системы в зависимости от своих политических, экономических и других интересов. Но все же это определенная сила, которая воздействует. И мы должны понимать, что вот эти циничные игры, в которые они играют, к сожалению, для них правда и справедливость стали давно уже предметом торга. Но ведь правда, она остается правдой. Гражданские погибают во время военных действий. Но вот им тогда было неудобно признавать, что в Арцахе, что там наемники, оказывается, там были наемники. Вдруг через более чем два года они осознали, что там были наемники, потому что это рычаг давления, когда нужно прищемить Турцию. И вдруг они вспомнили, что из Турции наемники там воевали на стороне Азербайджана. То есть правда очевидная стала однозначно предметом торга, как и справедливости. И мы должны понимать, что хотя бы на примере Украины, что вот эту конфетку, которую показывает Запад обычно, в ней либо не бывает ничего, либо бывает отравленная конфетка. Но даже санкции они не ввели, как в случае Украины. Да. То есть все равно даже неважно, это Арцах, это Армения, мы видим высказывания, видим заявления, но ни одно государство санкции не приняло против Азербайджана. Да, потому что на этом дело заканчивается. Главное вовремя сказать. Потому что вовремя сделанное заявление берется потом армянской в данном случае прессой, и не только. Другие сателлиты, которые обслуживают интересы того же Запада, они тоже подхватывают все эти заголовки. и начинают крутить в прессе. Вот Макрон так сказал, Пелузи так сказала, кто-то еще там какой-то конгрессмен так сказал. Хорошо, очень приятно, спасибо. И... А дальше? А дальше они подписывают договора об увеличении поставок газа. Да, из Турции. Они понимают, что без российского газа некуда деваться, но так как они уже эти санкции ввели, делать нечего, чтобы сохранить лицо. Они делают реверанс в сторону газового хаба в Турции. Но все равно же это российский газ будет им поставляться. Но на бумажке будет написано «газ из Турции». Опять-таки ханжество. Мы видим здесь, что вот эти все высказывания, санкции, Россия такая, сякая. Но очевидно, что без российского газа они никуда не могут деться. Но главное — сохранить лицо. Вот давайте мы это все размажем, сделаем хорошее лицо при дурной игре. При этом европейский рядовой гражданин все равно будет мерзнуть, потому что этот газ, когда он идет прямо из России, он имеет одну цену. Очевидно, что если он упадет через Турцию, Турция будет пользоваться этим. Естественно, что цена будет совершенно другая. И для рядовых граждан Европы все равно это будет неподъемный груз. И там происходит то же самое. Мы должны понимать, что если в случае Северной Африки, откуда началась волна всех этих цветных революций, потом она перекинулась на Грузию, потом Украина дважды, потом армия. Мы тут, каждый из нас, мы сидели на своих кухнях и хихикали, и говорили, что неужели народ там не видит, что им навязывают. Вот оказывается, нет. Можно сделать вот так, провернуть вот эту фишку с манипуляциями в прессе на протяжении десятилетий и получить вот такой результат. Но мы должны понимать, что на самом деле в европейских странах происходит примерно то же самое, но немножко с другим сценарием. Там не происходит цветных революций. Там постепенно смещаются лидеры старой школы, вот олдскульные, которые ведут, которые понимают, что дипломатия — это разговор. Не угрозы и не в стиле Твиттера, обмен короткими сообщениями, а правильная дипломатия — это разговор, когда люди садятся вокруг стола и обсуждают важные вопросы. Сегодняшняя дипломатия в Европе, к сожалению, мы видим, что на уровне твитов происходит. Поэтому в Европе мы имеем то, что мы имеем, потому что опять-таки власть в большинстве массе своей оторвана от народа, потому что народ протестует на улице, а власти говорят, мы будем продолжать поддерживать Украину. А народ говорит, не надо нам Украину, зачем вы ее поддерживаете, у нас зима близко, и мы не знаем, что мы будем делать. Вот эта картина очень характерна для нас тоже, верно? Мы видели на улице массы, которые протестовали, требовали отставки Пашинюана, но власть делала вид, что в Багдаде все спокойно, у нас все хорошо. Вот с этой точки зрения это та же технология. И они хотят то же самое порвнуть в России. Весь шум из-за чего? Из-за того, что начиная с распада Советского Союза, после чего пришел режим Бориса Ельцина, очень благоприятный для Запада, когда Россия полностью стала фактически протекторатом Запада, и они как хотели терзали эту страну. Но потом, благодаря смене поколений, пришел Владимир Владимирович Путин, который сказал так, минуточку, мухи отдельно, котлеты отдельно, давайте разберемся. И Россия ведет вот эту свою политику, направленную исключительно на улучшение жизни каждого рядового гражданина внутри Российской Федерации и поддержание своих границ безопасности, во-первых, плюс поддержание своих стратегических союзников. Никогда, насколько во всяком случае нам известно, Россия не участвовала ни в каких переворотах в каких-либо странах, не инициировала такие перевороты, никогда не заявляла о том, что вот вы неправильно живете, сейчас мы вас научим, как правильно жить. Мы же видим, да, что это епархия Запада, Запад всегда так себя ведет, и им все время кажется, что мы все неправильно живем, они будут нас учить сейчас. Это тот Запад, который еще не разобрался, в частности, о Соединенных Штатах, если говорить, с их безобразным поведением в отношении американских индейцев, с их позорным прошлым, с рабством, куклукс-кланом, сегрегацией, которая существовала еще после Второй мировой войны, на минуточку, это 20 век, а у них в Штатах существовала сегрегация, были автобусы для черных, и автобусы для белых. Поэтому не надо нас учить на территории, во всяком случае, нынешней Армении, и на всем Армянском Нагорье, и на протяжении всей истории армянского народа было у нас государство, либо мы были в составе других государств, например, рабство никогда у нас не практиковалось. Давайте хотя бы от этого отталкиваясь, понимать, что на самом деле, наверное, это не те страны, которые могут нас учить, как жить. Что касается их вот этих заявлений, в этот раз тоже корабли английского флота не смогут подняться на армянские горы. Не надо ничего от них ожидать, потому что интерес их в этих вот манипуляциях состоит в одном — выдавить Россию с Южного Кавказа. И все. Им все равно, если по пути к этой цели здесь не останется ни одного живого армянина, им будет совершенно все равно. Во всяком случае, мы видим, что они очень много усилий и сил сейчас вкладывают именно в этот процесс выдавливания, и правительство, в принципе, после последних событий в сентябре тоже очень так открыто высказывается против России. Есть ли у них такая вообще вероятность добиться своих цепей? Я думаю, что Запад, конечно же, не отступит, но мы должны понимать, что любая сила после многочисленных удач становится неосмотрительной и начинает делать ошибки. надо понимать, что Запад сейчас заигрывает с Ираном, который тоже является игроком на Южном Кавказе, думая, что таким образом они нейтрализуют Иран в том числе и в связи со своими интересами на Южном Кавказе. Но они не понимают одного, что Иран может тоже с ними заигрывать по этой ядерной сделке и, не знаю, нормализации отношений и так далее, и так далее, но Иран никогда ничего не забывает и никогда не поступится своими национальными интересами ради какой-то там ядерной сделки, из которой Америка уже один раз вышла в одностороннем порядке и нет никаких гарантий, что это снова не повторится. Потому что, изучая все вот эти процессы геополитические, мы начинаем понимать, что Запад давно перестал быть надежным партнером, потому что они маневрируют в зависимости от их сиюминутных интересов. Понятно, что каждая страна должна защищать свои интересы, но в долгосрочной перспективе надо понимать, что ты должен себя вести так, чтобы быть надежным партнером. Почему до вот этой светной революции Армении успешно удавалось сохранять хорошие отношения и с Западом, и с Россией, которые являлись противостоящими полюсами, верно? Именно потому, что мы вели такую внешнюю политику, которая была понятна и для России, и предсказуема, и понятна, и предсказуема для Запада, потому что Армению представляли люди, которые делали наши интересы понятными для обеих сторон, что мы, знаете, мы не можем дисбаланс позволить себе во внешней политике, мы находимся, наше положение географическое таково, что мы не можем рисковать и иметь перекос во внешней политике, то есть мы были предсказуемыми, надежными и понятными, потому что нашу страну представляли адекватные люди, которые занимались тем, что проталкивали вперед интересы республики Армения и республики Арцах. Понятно, очевидно, что внутри страны у нас были проблемы, но в мире нет такой страны, где нет внутренних проблем. А что мы имеем сейчас? Нам что пообещали во время цветной революции? Что там социально неравенство, безобразие так не должно быть? Что мы имеем сейчас? Мы имеем ничего. А Арцах уже не армянский практически на 75%. Я уверяю вас, для того, чтобы решить внутри страны экономические, социальные проблемы и так далее, не надо было сдавать Арцах. Теперь по поводу все-таки вот этой антироссийской политики. Я думаю, это такое мое мнение, что мы уже знаем, что есть два сценария, два документа лежат на столе. Запад очень активно перетягивает одеяло на свою сторону. И это очевидно. Я уверена, что Россия тоже предпринимает шаги для того, чтобы наконец вернуть власть Республики Армения в русло адекватности и объяснить, что там это ядовитая конфетка, которую вам покажут. В лучшем случае там просто не будет ничего. А в худшем случае это будет ядовитая конфетка, как фашисты делали раньше, во время Второй мировой войны. Они приходили в деревню, какой мы белый и пушистый, и детям раздавали отравленные конфетки. А дети радовались, голодные. Я уверена, что Россия тоже ведет в этом направлении работу. Но России не нужно делать это популистскими методами. Россия никогда не прибегает к таким методам. На Западе принято вести борьбу заголовков в прессе. Но Россия всегда отвергала этот метод, потому что в России руководят прагматики, которые понимают, что надо делать дела на местах, а не болтать. Потому что болтать может каждый. Вон мы видим, болтают с той стороны. И что? Внимательный человек увидит в прессе то же сообщение о том, что Россия вот это сделала в Армении, вот это сделала в Армении, вот это открыла в Армении. Приехал заместитель министра финансов обсуждать серьезные вопросы с тем, чтобы с армянскими банками сотрудничать, чтобы облегчить переводы из Армении в Россию, чтобы это все делать не путем быстрых переводов, а путем банковских переводов. Потому что от того, что Россию отключили от системы SWIFT, большая проблема. Только карта Мир работает. Это создает неудобства для простых людей. То есть Россия делает шаги, чтобы облегчить жизнь простым людям в Армении в том числе. При этом мы видим, как вы сказали, уже обсуждаются два варианта. Западный вариант и российский вариант подписания мирного договора. И власти не раз заявляли, что до конца года ожидается подписание. Насколько из армянских интересов вытекает вот уже на данном этапе подписать и что из этого может быть? Ну, понятно, что окончательные, мы не знаем, какую окончательную форму будет иметь тот или иной документ, исходя из того, что циркулируется в прессе. Понятно, что ни один, ни другой документ, конечно, не является для нас пределом мечтания. Оба эти документа не соответствуют интересам армянского народа. Но так как третьего нам не дано, к сожалению, власти Армении поставили нашу страну в такую ситуацию, когда третьего нам не дано. Мы должны выбирать либо это, либо это. Предлагаемый российской стороной вариант хотя бы обеспечивает определенное будущее для Арцаха, потому что в этом документе закреплено, что вопрос республики Арцах будет являться предметом дальнейших переговоров и дальнейшей работы по всей видимости в рамках Минской группы ОБСЕ. Несмотря на то, что понятно, что для Азербайджана более удобен другой вариант, где про Минскую группу нет ни слова, про Арцах вообще нет ни слова, есть только утверждение о том, что страны взаимно признают территориальную целостность друг друга, и здесь кроется большая опасность, потому что несмотря на то, что как бы от Арцаха еще остался кусочек, который де-факто не является частью Азербайджана, по большому счету современная республика Арцах в тех рамках, границах, которых мы привыкли видеть на карте, она никогда не являлась частью современного Азербайджана, потому что автономный округ Нагорного Карабаха отсоединился от Советского Союза путем референдума, объявил о своей независимости от Советского Союза до того, как советский Азербайджан принял резолюцию о выходе из состава Советского Союза. То есть когда Азербайджан получил независимость от Советского Союза, Арцах уже давно вышел из состава Советского Союза. Мы должны не забывать об этом и все время педалировать эту тему, но для этого в Армении должна быть власть, которая есть до этого дела, у которой болит сердце за это, дает вопрос. Поэтому очевидно, что Азербайджан говорит, что вы тут мне рассказываете, люди, проживающие на территории Нагорного Карабаха, вообще они даже уже отказались от формулировки Нагорного Карабаха. Они сейчас просто говорят Карабаха, это часть Азербайджана, там проживают граждане Азербайджана, которые временно являются носителями армянского паспорта. Но это мы очень скоро исправим. И как мы будем выстраивать наши отношения с гражданами нашей республики, это наше дело и вообще не лезьте. Понятно, что европейский вариант, который предлагает нам товарищи из Европы, предпочтительный. Это вообще мечта для Азербайджана, потому что до 18-го года они мечтать не могли, потому что они уже были загнаны в угол, и их вынуждали уже подписать и признать независимость Арцаха. И тут вот случилась им такая радость, счастье, когда можно потеснить армян, и можно наконец порадоваться, потому что все вот эти 28 лет они считали себя униженными, хотя на войне, как на войне, вы проиграли, смиритесь с этим. К тому же армянская страна всегда вела себя подобающим образом, наши лидеры никогда не вели себя как клоун Алиев, который выступал. Я понимаю, что он это делает для своей внутренней аудитории, но это так дешево и пошло, но правда как бы даже смешно смотреть на все, на это, как он самоутверждается за счет того, что унижает армянский народ. Конечно же, предпочтительнее из этих двух вариантов предпочтительнее тот, на котором настаивает российская страна. Повторюсь, опять-таки, ни один из этих документов не соответствует интересам Республики Армения и Республики Арцах. Но если мы должны выбрать наименьшее зло, то, конечно же, нам, для нас экзистенциально важно подписать документ, который предлагает российская страна. Потому что, если в Армении нынешним властям уже совершенно неинтересна судьба будущей Арцаха, странным образом российская сторона более заинтересована в судьбе армянского народа, проживающего на территории Арцаха, чем правительство Армении во главе с Пашиняном. Это нонсенс вообще. Я не знаю, есть еще такой пример в мировой геополитике или нет. Но понятно, что это его парадигма. Пашиня пришел к власти, кроме всех прочих вещей, пропаганды, там, не знаю, ЛГБТ и так далее. Все это ложная повестка, потому что таких проблем насущных нет в Армении. Но всем этим запылили вот это поле информационное для того, чтобы из-под тяжка провернуть то, что они провернули с Арцахом. Его парадигма состояла в том, чтобы решить вопрос Арцаха в пользу нашего врага, к сожалению. И сегодня там живут армяне только благодаря тому, что там стоит российский миротворец. До сих пор еще республика Армения имеет хоть какие-то границы благодаря тому, что там стоят в том числе и российские войска. Мы это должны однозначно понимать. Ни о каком вступлении в НАТО. Это смешно. Вы знаете, Украина сколько лет в очереди стоит, чтобы в НАТО. Уже они все сделали. И с Россией даже воюют ради того, чтобы, ну пустите нас. И что? Какие у них сейчас перспективы? Швеция, Финляндия не могут вступить в НАТО, потому что Турция выставляет свои требования. Очевидно, что интересы Турции в НАТО важнее, потому что это вторая по численности армия в составе НАТО. Если туда ломятся Швеция и Финляндия и не могут никак вступить, очевидно, что для Грузии и Украины они вообще в конце очереди. Еще один такой момент относительно того, вот этот Евросоюз прислал какую-то миссию, здесь наблюдатели, все дела, очень хорошо, молодцы, похлопаем, молодцы, храбрые люди, приехали. Но очевидно, что они не смогут ничем повлиять. Если бы они могли повлиять, они бы повлияли на ситуацию на Кипре, где около 40% территории де-факто оккупировано Турцией с 1974 года, а Кипр член Евросоюза. А что же вы не помогли члену Евросоюза? Сейчас там уже Турция считает, что давно уже считает, что это вообще их территория. И вообще греков надо выгнать, это наш остров. И так они делают всегда. И очень наивно думают люди, которые считают, что у нас с ними могут быть добрососедские отношения. Нет, не могут. Потому что на протяжении всей своей истории я, давайте только уточним, да, сейчас у нас так принято огульно охаивать. То, что я сейчас говорю, я имею в виду правящие элиты этих стран. Потому что мы не можем говорить, что весь турецкий народ очень ненавидит весь армянский народ, и они все хотят нас убить. Было бы несправедливо такие обобщения делать. Но мы понимаем, что начиная с Кемаля Ататорка в Турции сформировалась такая политическая линия, которая среди прочих целей имеет цель деарменизации Армении. Потому что проживание армян на этой территории, во-первых, это вечный позор им за геноцид 15-го года. Это им вечное напоминание, что они никто, и звать их никак, и пришли они из ниоткуда, и ничего не дали в плане глобальной культуры, цивилизации. Они только все время у всех все захватывали, у всех все отнимали, и все это абсорбировали, и сейчас они стали вдруг турецким народом. То есть у нас проблемы на самом деле с властями и Азербайджана, и Турцией. Мы должны понимать, что политический курс этих стран, они могут декларировать что угодно, что там дружба, мирный договор, мы должны добро... Мы... У нас нет просто выхода, да, географически они являются нашими соседями. Мы должны в этом плане соблюдать паритет, потому что такова наша ситуация. Но это не значит, что мы должны стремиться к миру, когда они на самом деле нам каждый день показывают, что они этого в общем-то не очень-то и хотят. Как бы... Вот это вот стремление быстро подписать до конца года этот мирный договор, это с чем связано? С тем, чтобы успеть закончить эту миссию, которую они взяли на себя? Я думаю, да, тут комплекс вопросов. Во-первых, наивно полагая, что Россия занята на Украине, может быть, не будет так педалировать ситуацию в Армении, как-то выпустят из своих рук. Повторюсь, наивные те люди, которые так думают. Я думаю, что Алиеву тоже нужно быстро-быстро все подписать, потому что кроме подписания эту бумажку должен еще ратифицировать парламент. И тут есть непредсказуемые риски, потому что опять народ вдруг может неожиданно выйти. Уже это действительно будет массовое явление, да, потому что мы не должны этого исключать. Нам сейчас кажется, что народ спит в смысле осознания будущего своего, но мы не можем исключать, что в один прекрасный день действительно от искры загорится пламя, да. Алиев понимает, что рисков очень много, потому что то, что он хочет, он хочет больше, чем он может проглотить, да. И он хочет быстро-быстро, пока тут такая конформистская, коллаборационистская, упор-то низкая власть в Армении находится, можно подсунуть все, и они подпишут, потому что это мы уже на практике видим. Каким образом появился этот странный документ от 9 ноября, где вообще нет ни одного пункта, который бы хоть как-то отражал интересы республики Армения, кроме, наверное, того единственного пункта, что когда коммуникации откроются, они будут под присмотром ФСБ Российской Федерации. Наверное, это единственный, как это ни странно, пункт, который более-менее соответствует нашим интересам. Все остальное там пораженческие, абсолютно полностью удовлетворяющиеся интересам исключительно Азербайджана. То есть Алиев уже вошел во вкус, как говорится, аппетит приходит во время еды, он уже понимает, что вся вот эта победа, как он декларирует над армянским народом, причем он не говорит, что он победил Николю Пашимяну, он декларирует, что он победил Роберта Кучана и Сержа Сарксяна. Уже оттуда мы понимаем, что у этого человека какая-то очень трудная психологическая ситуация, по-моему, у него какие-то непонятные вещи происходят в связи с именно фигурами второго и третьего президента Армении. И он хочет по-быстрому все это закрыть, этот вопрос. Тут еще немаловажный фактор, что в 23-м году истекает сто лет с момента подписания Лозаннского договора, в результате которого фактически сформировалась нынешняя Турция, которую мы ее видим в границе. Турция уже множество раз заявляла, и в этом году Эрдуган сделал заявление, что Лозанское соглашение должно быть расторгнуто, потому что современные объективные границы Турции уже давно не совпадают с тем, что враги Турции тогда заставили турецкое тогдашнее правительство подписать. Посмотрите, куда он, насколько он уже хочет, совершенно обнаглевший человек, оторванный от реальности, которому кажется, что это вот так просто. Я повторюсь, есть такой феномен, что когда сила какая-то постоянно добивается успеха, на каком-то этапе начинает переставить быть осмотрительной и совершает ошибки. У Эрдугана выборы на носу, хотя за последние 2-3 месяца благодаря манипуляциям в Сирии, вот этой хлебной сделке с Россией, вообще повышение роли Турции, в частности, во время специальной военной операции и в европейских других вопросах, Турция вклинивается куда только может. Еще 2-3 месяца назад у Эрдугана был очень низкий рейтинг, и казалось бы, что уже объединенная оппозиция сможет его сместить на выборах, но в последние 2-3 месяца мы видим, что его рейтинг опять поднимается, несмотря на то, что больше 80% инфляции, но это серьезная проблема, хотя Турция страна с очень сильной экономикой, но даже для такой сильной экономики больше 80% инфляции это проблема серьезная. Ну, будем посмотреть, как говорится, чем закончится это дело. Спешка еще и обусловлена тем, что возможно Пашинян тоже торгуется, мы же не можем этого исключить, как бы Яндер думал, что он точно торгуется, потому что для него что важно? Ему важно, чтобы ему какая-то из сторон дала гарантии во-первых, его безопасности, во-вторых, его воспроизведения во власти. Он надавал обещания на всех фронтах, и эти обещания очевидно противоречат друг другу. Теперь пришел момент, когда уже он не может сидеть на двух стульях, он должен сделать выбор, либо он в эту сторону, либо он в эту сторону, и он понимает, что в любом случае, что бы он ни выбрал, ему будет плохо, потому что его накажут, те, кого он попытается кинуть. Не исключено, так как у него очень изворотливый ум, мы все это видели, этот человек гуру. Не исключено, что он разрабатывает вообще третий вариант, который будет самый худший для Армении, потому что у этого человека есть одна цель, выполнить по возможности то, что он обещал, потому что иначе ему сделают больно, в метафизическом смысле, не в физическом, и остаться у власти. Кроме того, что он должен остаться у власти, пока не закончит все, для чего его привели к власти, кроме этого он уже вошел во вкус, он уже привык так жить. Ему нравится и очевидно, что ему это нравится. Как правило, ничтожествам очень нравится, когда они вдруг могут кому-то применить свою власть на журналистов или еще там. Поэтому мы должны понимать, что все это делается исходя из целого комплекса причин и объективных, и субъективных, потому что игроков очень много на этом поле, каждый тянет свою сторону, каждый хочет получить максимум из того, что Армения ослаблена, и армянская власть, она продвигает вперед исключительно Азербайджан и турецкую повестку. Мы должны понимать, что сейчас на Южном Кавказе реально, в глобальном смысле существуют две повестки, российская и турецкая. За турецкой повесткой стоят силой коллективного запада, хотите назвать англо-саксонский, кангломератка, хотите, назвайте. И если мы отворачиваемся от российской повестки, мы автоматически впрягаемся в турецкую повестку, которая для нас ничего хорошего не сулит, потому что для них программа максимум оттяпать сюмик, им просто коридор недостаточно уже. Смотрите, Али вообще мастер манипуляции вместе с Эрдоганом. И давайте не забывать, что Эрдоган тоже пришел к власти в результате цветной революции. Это вообще такой очень казус интересный. Что он делает? Он говорит, давайте мне быстро коридор, потому что я вас победил, так хочу, давайте мне коридор. До этого он выходит на суверенную территорию Республики Армения, занимает 30% Черного озера, Севлич, еще занимает какие-то районы, которые даже гуглами обсессии смотришь, это территория Республики Армения, чтобы что? Чтобы сказать, вот ты мне дай коридор, а я тебе с барского плеча так и быть освобожу твои суверенные территории. То есть он получает от нас то, что ему никогда не принадлежало, и делает как бы жест доброй воли, но он возвращает нам опять-таки то, что ему никогда не принадлежало. то есть мы с двух сторон в проигрыше. Это, конечно, филигранная дипломатия, и к сожалению, у нас сегодня нет такого лидера, который мог бы таким образом вести дипломатию и продвигать вперед интересы Республики Армения. И вот так эта та сторона действует во всех вопросах. Армения сейчас ослаблена, они захватывают то, что впоследствии могут использовать как рычаг для воздействия на Армению, чтобы от нас получить то, что им нужно. Армения наивно полагает, что кто-то, какая-то третья сторона, какой-то спаситель придет их спасать. Но кто будет, зачем кто-то должен вас спасать? Спасет, может быть, но опять-таки в обмен на что-то. А у нас уже не осталось ресурсов, что обменивать. И к вопросу о том, что я хочу особенно поставить на этом ударение, прозападные вот эти круги в Армении говорят, что все, вот вы все пророссийские, вы выступаете против суверенитета республики. Вы хотите, чтобы Армения потеряла свой, сдала свой, пожертвовала своим суверенитетом для того, чтобы Россия нас поддержала в этом вопросе. Как бы почему-то они пытаются озвучить ту идею, что мы пропагандируем тот подход, что, не знаю, Армения должна вступить, например, в состав Российской Федерации или союзное государство. Да, я хотела задать вопрос, что недавно в газете с супруги Николы Пашиняна появилась публикация, уже ряд публикаций, где выступает какой-то анонимный источник, не будем называть кто, хотя всем понятно, кто. Да, да, да. И вот была публикация по поводу союзного государства, что якобы Россия принуждает Армению вступить в союзное государство, что она состоит в такие условиях, чтобы Армения вынуждена бы вступила. И вы, как представитель партии, которая входит в движение сильной Армении с Россией за Новый Союз и которая как раз продвигает эту идею о необходимости вхождения в союзное государство. Давайте поговорим об этом, насколько Армении нужно вступить и будет ли принуждать Россия к этому. Я не думаю, что Россия кого-то будет к чему-то принуждать, потому что, насколько мне известно, на данном этапе в политических кругах России вопрос создания союзного государства с Арменией пока еще не находится на повестке дня. Возможно, в будущем, смотря как сложится ситуация, это будет логическим шагом. Потому что сейчас у нас интеграция идет, экономическая, финансовая. Возможно, этого нельзя исключать. И даже если это случится, уверяю вас, это будет только на пользу Армении. На данном этапе нам бы сохранить то, что есть у нас, потому что нынешняя власть целенаправленно. С первого дня, как Николь Пашинян вошел в кабинет премьер-министра Армении, он ведет политику на ослабление суверенитета Армении на всех фронтах. Посмотрите, он испортил отношения с диаспорой. Преднамеренно. Потому что диаспора, каждый представитель диаспоры, это был посол армянских интересов за границей. Все они продвигали наши интересы. Они и публиковались. И одним словом, все мы знаем, как прекрасно наша диаспора там занималась продвижением армянского вопроса и признанием геноцида. Они, конечно, это титанический труд. Николь Пашинян испортила отношения с диаспорой. Николь Пашинян постоянно он, и, может быть, он сам сейчас уже поменьше понял, что это не на пользу его рейтингу идет. Но его вот эти сателлиты, которые вокруг него беспринципные, большая часть из них прошла школу всяких неправительственных организаций, финансируемых из известных источников, они постоянно делают нападки на армянскую апостольскую церковь. Что очень опасно. Можно быть верующим человеком, неверующим человеком, но надо признавать роль и важность армянской апостольской церкви в вопросе сохранения нашего национального наследия, в вопросе сохранения нашей национальной идентичности. Можно по-разному относиться к церкви, но не признавать важности армянской апостольской церкви вообще для каждого армянина в мире, независимо от того, он атеист или верующийся, неважно. Потому что армянская апостольская церковь это символ, на котором зиждется в том числе, кроме всех остальных наших столпов, на чем мы, на что мы опираемся как нация, это в первую очередь армянская апостольская церковь. И если вот эту опору выбить у нас из-под ног, мы превратимся в не пойми что в народ без национальной идеи. А именно это и нужно коллективному западу. Потому что у них у всех уже проблема с национальной идентичностью. Они не знают, как себя идентифицировать. И они хотят, чтобы мы все были такие же как они, чтобы нам было легче управлять. А мы не хотим такими быть. Нам нравится быть армянами, гордиться нашей страной. Ну вот говорят, что в союзе с Россией мы будем терять наш суверенитет. На самом деле, конечно же, это заблуждение. Вернемся к вопросу о союзе. На данный момент очень важно для Армении, по крайней мере, если еще, я не думаю, что сейчас у нас уровень такой интеграции, такой уровень отношений, что мы можем начинать говорить на эту тему. Я думаю, что сейчас нам нужно углублять, не углублять, нам нужно хотя бы вернуться на тот уровень отношений, который у нас был до 2018 года. Когда мы действительно были стратегическими союзниками. И уже когда мы, если нам повезет, и мы вернемся на этот уровень взаимного доверия, взаимного понимания, вот тогда, может быть, на этом мы сможем строить что-то новое и более гармоничное, чем то, что есть сейчас. То есть сейчас российско-армянские отношения находятся в руинах просто. Отсюда постоянно стрелы какие-то летят в ту сторону. Россия, как серьезное государство, где в МИДе сидят серьезные люди, понимают, что невозможно серьезно реагировать на то, что отсюда эти плевки, которые летят в ту сторону. Бедная уже Мария Захарова не знает уже, как на это реагировать надо, но что им сказать, да? Это как будто ребенок маленький, трехлетний на тебя замахивается погремушкой. Вот честно, очень больно, я сейчас это говорю, с болью в сердце, что у нас наш дипломатический корпус вот настолько деградировал, что мы какие-то, не знаю, что это за демарш вообще в сторону России, это несерьезный разговор. Если самого проармянского политика закрывают въезд, то о чем вообще? И почему с таким обоснованием, видите ли, он считает, что Пашинян должен уйти? Да, Пашинян должен уйти, и по-моему, это всем очевидно, кроме правящей хунты. Поэтому, конечно же, это в перспективе может стать повесткой дня. Объективно мы это видим, да, потому что, повторюсь, сегодня более-менее с очень большим, с очень большой оговоркой, да, сегодня мы можем хотя бы в Ереване жить с определенной долей безопасности, благодаря тому, что сегодня у нас есть то, вторая российская база, что в Сюнеке у нас расквартированный определенный контингент российских вооруженных сил. И в Арцахе армяне продолжают жить до сих пор благодаря тому, что там стоит российский миротворец. Через два года их мандат закончится. Отметим, что Азербайджан до сих пор так и не ратифицировал мандат российских миротворцев. Понятно, что им это не надо. Им надо быстренько вопрос закрыть, убрать оттуда российских миротворцев. Мы должны не исключать, что Алиев со своей стороны тоже торгуется с Западом и с Россией. Потому что его позиция тоже постоянно как бы он балансирует то в эту сторону, то в ту сторону. Газовую сделку он заключил, но аналитики говорят, что у Азербайджана нет столько газа, сколько написано в этом договоре. Он откуда должен этот газ брать? Вот угадайте с трех раз, откуда он будет этот газ брать? все очень хорошо. Он вроде как хочет, чтобы мы подписали предложенную Западом, документ предложенный. Но в то же время мы знаем, что на следующий же день после начала специальной военной операции Алиев убежал в Москву заключать вот этот комплексный договор с Россией. Не договор, это была, по-моему, декларация, о каком-то там сотрудничестве, углубленном, в том числе военном. Он себя таким образом обезопасил. Почему Армения такого не сделала, непонятно. Нам это не надо, потому что мы в ОДКБ. Но это не одно и то же. Надо понимать, что они вот этими терминами манипулируют, сами, наверное, не понимают, что ОДКБ это что-то совсем другое. И совсем другое двустороннее соглашение или декларация или что-то еще с одним государством. Мы сегодня увидели, что ОДКБ почему не смогли, вот ОДКБ как большая система, которая для того, чтобы отреагировать на что-то, нужно время, потому что это огромный аппарат. Люди должны и там единогласно должны быть приниматься решения и так далее. Почему после агрессии 13-15 сентября ОДКБ не смогло сюда вести силы? Не потому, что Россия против Армении, а потому, что в составе ОДКБ есть две страны тюркские, которые проголосовали против. И все. А схема такая должна быть единогласна. Опять в анипуляции в прессе пошли. А почему у Средней Азии ОДКБ вмешалась? Во-первых, минуточку, есть две большие разницы. То, что было в Средней Азии, это была попытка незаконного изменения конституционного строя. Поэтому ОДКБ вмешалась. А в Армении это была агрессия с третьей стороны. Но, опять-таки, решение было принято не вводить военный контингент, потому что две тюркские страны проголосовали против. Мы должны были понимать, что есть такая опасность. Надо нам использовать ресурсы ОДКБ, уметь правильно использовать эти ресурсы для своих интересов. Сегодня Армения председатель стоит в ОДКБ. А почему мы не можем решить наши вопросы? Потому что Николя Пашнер никто серьезно не воспринимает. Потому что этот человек пришел к власти и первое, что он сделал, он опозорил Армению и вообще весь ОДКБ. Потому что он отозвал Хачатурова, который гигант в военном деле. Это с какими-то надуманными обвинениями и никого не поставил в известность. Так не делается. Серьезные люди так дела не ведут. В серьезных организациях есть про так не делается. Но ему было все равно. Ему надо было опорочить ОДКБ таким поведением, когда Армения должна была уже начать играть свою роль в ОДКБ. То есть мы все эти шаги видим, целенаправленные. Поэтому сейчас наш национальный интерес, я думаю, состоит в том, чтобы в первую очередь нормализовать, вернуть отношения с Россией хотя бы на уровень до 2018 года и уже отталкиваясь от этого вернуть взаимное доверие, отталкиваясь от этого строить новые отношения, которые возможно впоследствии на каком-то этапе перерастут во что-то большее. Во всяком случае исключать этого тоже нельзя. И если это когда-нибудь случится, это будет в интересах Армении. Но я хочу отметить особенно, люди, которые спекулируют этим и говорят, что союзное государство с Арменией и России означает отказ от суверенитета, во-первых, это просто абсолютная профанация, ничего подобного нет. если вы посчитаете, например, союзный договор между Белоруссией и Россией, там черным по белому написано, что стороны сохраняют свой суверенитет. Союзное государство это новая формация, которая никак не ущемляет суверенитет двух сторон. Не надо спекулировать на этом и не надо манипулировать правду, говорите людям, сколько можно врать. Я понимаю, что это в интересах определенных делается, но стыдно. Нельзя делать такие, это дешевое поведение, так делать нельзя, потому что вы зачем думаете, что наш народ не умеет читать? Наш народ умеет читать. И мы будем вести эту линию, что надо внимательно читать документы, не надо верить никому. Мало кто возьмет и будет читать, поэтому им удобнее вот такой информационный фастфуд. И легко. И да, сразу уже сформировалось какое-то мнение. Да, вы правы. Наталья, большое вам спасибо за интересное интервью. Вам спасибо, всегда рада.